Новые главы в истории Сургутского района. Присягу жителям приняли сразу три руководителя поселений, избранных в единый день голосования 11 сентября. Как прошли церемонии инаугурации и почему жители поселков Федоровский, Барсово и Белого Яра сделали такой выбор в материале Маргариты Стройновой. Я, Рудыш Николай Леонидович, вступаю в должность главы городского поселения Федоровский. При осуществлении возложенных на меня обязанностей глянусь, соблюдая Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, всеми силами способствовать развитию и процветанию поселения, повышению благосостояния его жителей. Вновь избранный глава поселка Федоровский Николай Рудышин волнуется не особо, еще бы клятву своим землякам. Он произносит уже в четвертый раз. Если совсем коротко и по существу, вот две цифры. В четвертый раз и 94% проголосовавших. Ну все, на этом можно заканчивать. Это о том, что, наверное, действительно общее волеизъявление всех жителей Федоровского, с чем, собственно говоря, их поздравляют. Поздравлять федоровчан действительно есть с чем. Такого опытного хозяйственника, как Рудышин, днем с огнем не сыскать. Именно благодаря его работе в должности главы поселения расцвел некогда вахтовый поселок сургутских нефтяников. Я считаю, что это мой дом и дом наших жителей, он должен быть уютный, он должен быть ухоженный, чтобы было комфортно проживать в нем, я считаю так. Впервые на должность главы поселка Николай Рудышин заступил 14 лет назад. Тогда задачей номер один была элементарная уборка от мусора и снега, затем обустройство тротуаров и уличного освещения, и дальше по нарастающей. При Рудышине в Федоровском были построены школа номер один и детский сад «Умка». Спорткомплекс «Жемчужина» и гордость всего сургутского района – парк «Мечта». Но фронт работ меньше не становится. Уговариваем инвесторов, чтобы заходили и строили нам дома, переселить с аварийного жилого фонда надо обязательно. Потом надо построить бассейн, который долгожданный у нас, мы уже много лет обещаем и обещаем. Надеюсь, что скоро эта мечта воплотится в жизнь. Вот земельный участок тут перед нами есть. Денежки вроде бы все сургутский район администрации Андрея Александровича согласовали. Проект есть. Будем выставлять на конкурс. Вячеслав Позняков главой поселка Барсово стал во второй раз. Но это не повод почивать на лаврах. Работы предстоит много. Тот же музейный комплекс Барсово-гора, по сути, еще даже не на середине пути. Но все получится, если за дело браться сообща. Получается тогда, когда вместе, когда порзнь, не получается ничего. Помните об этом всегда. Ну и что? Работать, работать и еще раз работать, как говорил один исторический персонаж. А вот в поселке Белояр Сургутского района политический дебют, но с очень высоким кредитом доверия. Хочу поблагодарить Валерия Валентиновича за смелость. Надеюсь, его желание послужить белому яру, белоярцам осознанное. Работа сложная, должность, как говорят, расстрельная. Населенный пункт, два года остававшийся без официального руководителя, возглавил Валерий Лупырь. До недавнего времени замдиректора департамента образования районной администрации. Человек команды, большой и малый. Вы однозначно не один, район рядом, район готов слышать, помогать. Поэтому и я лично, и вся администрация района настроена на конструктивное взаимодействие. Новый глава Белого Яра Валерий Лупырь рассказал о планах работы. Никаких кадровых перестановок он пока не планирует. И продолжит работать со старой командой. Мы вместе с командой, с командой наших депутатов, постараемся выполнить все ваши наказы, которые мы получили от вас в ходе избирательной кампании. И мы вас не подойдем. Спасибо. Спасибо.